Сейчас самое интересное. Научиться записывать числа с минусом. Вот у меня есть пример. 11 минус 7. Интересно, как я его к вам напишу? Можно, конечно, отдельно научиться вычитать. В принципе, дело не хитрое. Можно действительно научиться отдельно вычитать. Но намного интереснее. Научиться записывать число минус 7 так, чтобы после этого, после того, как бы так научиться его написал, у вас тот же алгоритм, то есть та же железка, та же микросхема, сам алгоритм, чтобы давал результат. То есть я научился складывать, я сделал какую-то схему, которая суммирует вот это, суммирует вот это. А я хочу ее же, вот в чем дело, ее же использую для нахождения разности. На первый взгляд это невозможно, потому что почитание все-таки во многом другая операция. Но с другой стороны, если я правильным образом буду записывать отрицательные числа, то на самом деле это очень даже опасно. Рассказываю тебе, чтобы записать число минус 7, не первым делом должны все цифры числа, все минусы минусы, нолики на единицы, а единицы на нолики. Согласитесь, эту операцию сделать достаточно просто, правда? Отлично. У меня написано число 7, вот здесь. Я переписываю, а именно пишу первые, сколько там, 0 и 5 нулей, соответственно, первые 5 единичек, и все последние я пишу 0. Отлично. То есть что я сделал? Дополнил каждый разряд. Вот если был 0, то я его дополняю, его станет единица. Если была единица, станет 0. Инвертировал. Заменил разряд на противоположный. Вот, к сожалению, победа не с нами. Чтобы объяснить, почему победа не с нами, давайте я просто покажу вам, как это работает. Вот представьте себе, что я просто заменил каждый разряд на противоположный. И вот у меня есть первый пример. 11 минус 7. Отлично. Число 11, вот оно. Я его здесь пишу. И, пожалуйста, вы тоже напишите. Значит, это 4 нолика, 1, 0, 1 и 1. Отлично. И я сейчас, и я сейчас их складываю. Я сейчас их складываю. Так, число 11 я правильно написал? Да. Отлично. Число минус 7. Я пытаюсь написать не так, как писал 7. Замечательно. Здесь будет 1. Здесь будет 1. Здесь будет что? 0. Здесь будет? 5. Здесь будет 0. Здесь будет 0. Здесь будет 0. 0. 0. А вот дальше замечательная идея. Тут, по идее, будет не лениться. А я сделаю так, чтобы этот перенос у меня уходил бы куда-нибудь непонятно, куда что он не был. Я бы соответствующую штуку электронной схеме это сделала. Раньше я ставил специальный проводочек, который куда-то там передал этот перенос, а сейчас этот проводочек пустилю. И у меня получилось положительное число. Ребята, это же здорово. Смотрите, у меня за знак отвечает первый птик. Вот здесь был 0, это означает, что положительное число. Число 11 было положительное. Здесь была единичка. Это означает, что отрицательное число. У меня получился ответ 3. 11 минус 7 это 4. Слушайте, а может, сейчас это будет 3? 3. Старкнуйся. 3 это почти 4. 4. Единицу. То есть, вы настаиваете, что, если вас каждый раз будут на единичку обсчитывать, то это вам не понравится, да? Замечательно. В таком случае, к сожалению, идёт записывать число минус 7 не таким образом, как я написал. Действительно, это неправильная запись. Но, почти правильная. Надо прибавить единицу. Сейчас пишу правильный пример. Итак, число 11 я пишу по-прежнему. 4 нолика 1 0 1 1 1 А здесь я пишу 1 1 1 1 1 еще 1 0 0 1 И вот их складываю. Я сейчас объясню, почему это всё работает. Итак, здесь нолик, перенос происходит. Здесь нолик, перенос происходит. Здесь единичка. Здесь нолик, перенос происходит. нет, как раз здесь перенос нет, дальше перенос происходит. Вот, здесь у меня ноль, перенос произошел, ноль, перенос произошел, ноль, перенос произошел, ноль. И здесь возникла единица, но она никому не интересна, потому что не говорили, что её нет. И получили правильный. Сделайте оставшиеся на доске три примера. 11 минус 13 равно минус 2, минус 19 минус 3 равняется минус 22, и минус плюс 3 равняется минус 16.